Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вот вчера Милохина назвали патриотом России. Патриот России, который вернулся, с моей точки зрения, еще раз повторюсь, это мое субъективное оценочное мнение, символ дебилизации молодежи, потому что это не просто какой-то молодежный певец, исполнитель, тиктокер, это человек, которого пропихивали и на Первый канал, и на Международный экономический форум. То есть это, я подозреваю, так, возможно, за ним стоит пятая колонна, которая выдвигала и получала от этого хорошие печеньки. Значит, вы знаете, что поднялся шум, и очень многие высказались. Соловьев дал ему характеристику, назвав его мразью и тварью. И его задумали отправить в армию. Он стоит с 1918 года на учете в Краснодарском крае, или в Краснодаре там, конкретно, я имею в виду в городе Краснодаре. И оснований, как бы, для отсрочки у него нет. Хоть приемный отец и говорит, что у него зрение минус 6,5, коррекцию он не делал, какая армия. Но я думаю, что все было бы в порядке у него со зрением. Да, но вот он улетел в Дубай. Как только он узнал о том, что в осенний призыв его могут призвать, он улетел в Дубай экстренно, сбежал из России. Понимаете, это не просто о Дане Милохине мы говорим сейчас. Мы говорим об Ане Лорак, мы говорим о Шепелеве. Мы говорим о всех тех людях, отъездунах, которые не просто уезжали и приезжали, а которые высказывались против и которые находятся, в том числе, не уезжая в России дальше. Ситуация, скажем так, не аховая, да? Ничего катастрофического не случилось, помимо того, что те люди, герои, которые на передовой, вы знаете, что цену из жизни защищают Родину. Я имею в виду, вот, в обычной жизни здесь, на гражданке, что называется, да? И люди эти, они живут спокойно. Кто-то вернулся, кто-то, еще раз говорю, не уезжал. Но они патриоты такие же, как Милохин. До поры до времени. Как только станет не очень, они не о судьбе Родины будут думать, или своих соотечественников, сограждан, нас, а о своей попе. Вот и все. Вы знаете, даже если бы Милохина забрали в армию, для него это было бы лучше, чем все остальное. Представьте рекламу Милохин в армии. Срочников не отправляют туда, если он боялся там на передовой оказаться. Поэтому думаю, что ему надо было пойти наоборот. И прослужив в армии год, он бы просто-напросто занимался потом, возможно, скорректировав свои песенки эти, более взрослыми какими-то вещами. В творчестве я имею в виду. Если это так можно назвать. Не знаю, с чем он делал. Но факты стоят все фактом. Вчера его назвали патриотом России. Ну, пожалуйста. Друзья, что вы думаете на сей счет? Я вообще считаю, друзья, вот говорят там, рано или поздно вернуться. А зачем? Я имею в виду, что по пути других стран нужно пойти, я считаю. Где он спел гимн сопредельного государства. Запретите ему въезд, лишите его гражданства, арестуйте недвижимость. Я не призываю, я говорю, что это опыт других стран, которым можно воспользоваться. Для чего? Чтобы, например, приехала Пугачева с ноги, открыла дверь в Волсургах и сказала, я здесь сейчас буду порядки наводить. Не понимая уже, не чувствуя, как бы ситуации в стране. А она меняется здесь каждый день. Они не чувствуют. Им кажется, что они, они ведь понимаете, они там живут. За кордоном. Им кажется, что все как было. Вот он приезжает, бегает в свои розовые кофточки, а с матерками поет письма. Он не понимает, что это уже все. Это в прошлом. А им кажется, что в принципе-то то же самое. У них время остановилось, как они выехали. Только проживая в стране, ты можешь чувствовать настроение людей, общества, что происходит. Потому что ты сам с этим, сам такой, как люди. Ты это прочувствовать можешь. Поэтому зачем ждать, когда они приедут, с ноги будут открывать дверь или их будут называть патриотами, если можно сделать, чтобы они просто не приехали. Вот и все. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Новости в формате 24 на 7. Внизу ссылочка на мои социальные сети ВКонтакте. Одноклассники. Запрещенные на экран. Вылетел он через Внуково. Об этом написала Мизулина. Экстренно на фоне этих известий о его возможной отправке в армию. Успехов, здоровья, друзья. Всем пока. До встречи.